Первое направление нашей деятельности я вам уже озвучила, оно является приоритетным, да, это поддержка нашей команды, это создать правильное информационное поле в нашей стране для того, чтобы наша страна и наши болельщики были уже готовы к Олимпийским играм, чтобы они знали, кого поддерживать, какие виды спорта, за кого болеть, всю историю наших спортсменов. Потому что мы, конечно, считаем, что спортсмены, это не просто, да, машина для добывания золотых медалей, за каждым из них скрывается определенная история, жизненная история. Вот мы хотим об этом, обо всем рассказывать. Второе направление, которое было утверждено 28 июня на заседании Совета содействия, это работа с тренерским сообществом. У нас Юрий Львович Овчинников отвечает, является председателем ассоциации профессиональных тренеров, и мы будем разрабатывать, точнее, хотим разработать аттестационную систему, да, чтобы по всей России была аттестационная система, чтобы все тренеры проходили аттестацию, вот, дабы повысить квалификацию тренеров. Третье направление, это мы ни в коей мере не можем забывать наших ветеранов. Вот, Галина Евгеньевна Горохова отвечает за работу с ветеранами. Мы сейчас будем, соответственно, финансировать какие-то проекты, которые у нее уже есть. Будем пытаться придумать что-то новое для того, чтобы поддержать наших ветеранов, потому что, к сожалению, с каждым годом все больше и больше количества из них уходит из жизни. Поэтому для того, чтобы они чувствовали, что страна помнит о них, знает о них, и вот мы будем этим заниматься. Ну и последнее, это просветительская деятельность. Все, что связано с изданием книг, изданием фильмов каких-то, вот, о спорте, вот, вот этим. А вот план есть издательская деятельность, просветительская? Ну, вот, допустим, в этом году мы хотим сделать такой-то фильм, там, о героях Олимпиады в Сочи, допустим. Ну, в этом году, да, мы хотим сделать книгу о героях Сочи, соответственно, для того, чтобы ее презентовать на балу олимпийцев, который состоится после Олимпийских игр в Сочи, мы уже, вот, хотим сейчас начинать собирать информацию о ведущих наших спортсменах для того, чтобы уже эту книгу издать. Вот, это одно, да, как бы, одна книга. Далее, «Легенда отечественного футбола», том второй, вот, будет выпускаться тоже за счет финансирования Совета Содействия. И фильмы, вот, у нас снимается, значит, сейчас уже подходит к концу съемка фильма, сейчас я вам скажу точно, про Лондон, про всех героев Лондона. Лондонская Олимпиада. Да. А финансирование Совета, вот, оно в каком объеме? Ну, про объем, наверное, не стоит говорить, я только скажу, что мы не коммерческая организация, да, у нас нет коммерческой деятельности, хотя, может быть, дальше и будем как-то развиваться, но все за счет пожертвований. То есть бюджетных денег нет из бюджета России федерального? Нет. Пожертвования? Только пожертвования, да, члены Совета Содействия, там у нас такие очень серьезные люди, входят в состав, такие как Тимченко Геннадий Николаевич. Это можно увидеть? Есть, есть он. Он есть? Да, 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 есть там. Ладно, посмотрим. Тимченко, Усманов. Ротенберг, да, то есть люди серьезные, я думаю, что здесь не... Он там уплатил. Там, в принципе, не надо. Нет, пока нет, но у нас неограниченное количество, мы можем его расширять. То есть 19-й это не предел? Нет, это не предел, мы всех приглашаем, любителей спорта, болельщиков, кто может чем-то помочь. Вот. Анастасия Миколаевна?